Въездом Христа в Иерусалим Очень важное событие, может быть мы иногда так больше связываем его с веточками, знаете, свербное воскресенье называют, пальмовое воскресенье называют, потому что Христа встречали вот с такими радостными, знаете, восклицаниями, употребляли там вот эти ветви деревьев. И это событие, оно было заранее предсказано пророками, еще в Ветхом Завете, и оно было буквально исполнено в жизни Иисуса Христа. Да, предшествуя Ему, можно сказать, что наступают дни отшествия Христа с этой земли, Его смерти. Там, в Иерусалиме, Его ожидают саддукеи, фарисеи, разные группировки религиозно-политические, они отрицательно настроены против Христа, они между собой вообще-то враждуют, но в этом случае они даже договорились, вместе объединились, чтобы убить Христа. И учеников, когда говорит Христос, что Он идет в Иерусалим, вы знаете, их это как-то не понимает, но они говорят, ну куда же идти, Господи, там же Тебя убить хотели. Но мало того, что Он идет в Иерусалим, Он еще им рассказывает о том, что Его будет ожидать там. Он говорит, что Меня поймают, арестуют, что Меня схватят, свяжут, оплюют и забьют, распнут в конце концов, и Я должен быть там убит. Вот эти новости, они вообще не радуют учеников, и они, написано даже, ужасаются, они приходят в страх, и они очень обеспокоены этим. Давайте прочитаем о том, как Евангелист Лука описывает вот это событие. Луки, 19 глава, 29 стиха будем читать. И когда приблизился к Вифагии, в Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказал, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите». Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева сказали, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громким голосом славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь грядущего имя Господня, мир на небесах и слава Вышних!» И некоторые фарисеи среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умокнут, то камни возопьют!» И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих!» Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего!» И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников!» И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. «Зачем Христос идет в Иерусалим?» – возникает вопрос. Его уже предупреждают неоднократно, его говорят, что его там ждет опасность, но он все-таки идет, и мы видим, что этот вход, он называется торжественным въездом, или триумфальным въездом, или входом Христа в Иерусалим. Христос показывает вот в этом въезде, или в ходе своем, три основные вещи. Сегодня мы посмотрим на три основные вещи. Во-первых, он показывает на то, что он Бог. Во-вторых, он показывает, что он Царь и Мессия. И в-третьем, он показывает о том, что он человек. Значит, три причины, на которые указывает Христос. Первое – о том, что он Царь. Второе – о том, что он Бог. Второе – Царь и Мессия. И третье – о том, что он человек. Вот этот въезд Христа в Иерусалим показывает вот на эти три основные цели. Первое, посмотрим из описания Евангелиста Луки, что Христос есть истинный Бог. Давайте посмотрим это в том, что происходит, вот что предшествует в ходу Христа в Иерусалим. Он направляет своих учеников в ближайшее селение для того, чтобы они забрали у кого-то осленка и его мать-ослицу. И он говорит им следующее, Луки 19, 31. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им, когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, он надобен Господу. Очень важный момент. Здесь употребляется слово Господь. Греческое слово «куриус» буквально означает государь, повелитель, хозяин. И вот это слово, которое встречается в Новом Завете, в 90% случаях оно указывает на Бога, именно на Иисуса Христа чаще всего. Она говорит о личности, которая имеет полное превосходство, которая имеет полный контроль над другими и на того, кто все знает и все контролирует. Он – Господь. «Кюриус». Это слово встречается, как я сказал вам в Новом Завете, более 700 раз. И в 90 с лишним процентах случаев оно именно относится ко Христу или к Богу. Вот я хочу вам несколько случаев только употребления в Евангелиях. Иосифу во сне явился ангел Господень. Помните Матфея 1.20? Его нету здесь на слайдах у меня. Матфея 1.20. Помните? Иосифу во сне явился ангел Господень. Там это слово впервые в Новом Завете употребляется – «куриус». Потом Матфей поясняет, что это сбылось порочество, которое было предречено Господом. Матфея 1.22 он там говорит, что это «куриус» – «господь», то есть еще в Ветхом Завете Бог уже предсказал это. Когда Иоанн Креститель проповедует в пустыне Иудейской, то суть его проповеди Матфея 3.2 состоит в следующем. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Кому готовил путь Иоанн Креститель? Иисусу Христу. И Он назван Господом. Кем было произнесено это пророчество? Господом, тоже опять «куриус», то же самое греческое слово. То есть Иоанн, Креститель, указывает на грядущий приход Христа и называет Его Господом. Сам Христос во время искушения в пустыне, когда дьявол приступил Ему, к Нему, и когда Он искушает Его три раза, то два раза Он употребляет это греческое слово, указывая на Бога. Матфея 4.7. Иисус сказал Ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога Твоего». Опять берет дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему, «Все это дам Тебе, если поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит Ему, «Отойдет Меня, Сатана, потому что написано, Господу Богу Твоему поглоняйся и Ему одному служи». Опять посмотрите, здесь идет сочетание слова «куриус» – Господу и Богу. То есть, «куриус» – Господь – это Бог. Тут нет никакой ошибки. Откровение в конце, я хочу тоже несколько мест привести вам, в конце уже Нового Завета, из этих более 700 случаев употребления этого слова в Новом Завете. Откровение 19.1. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение, слава и честь и сила Господу нашему». Завершается история, земная история людей, да? Там на небе Иоанну открыто вот это видение, и там провозглашают эти ангелы и народы, и они говорят «Слава, честь и сила Господу, куриус нашему». Откровение 19.6. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог и Вседержитель». Посмотрите, куриус – Он же и Бог, и Он Вседержитель, то есть Он всё держит, Ему всё подчиняется, Он всё контролирует. Кто воцарился? Бог – это речь идёт здесь, в частности, о Христе. И в самых последних стихах Нового Завета то же самое есть это слово. Последние стихи Нового Завета, 20 и 21 стих 20 главы книги Откровения. «Свидетельствующий говорит это, ей гряду скоро, аминь, ей гряди Господи Иисусе, куриус Иисус, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». То есть никаких нет сомнений в том, что когда речь идёт о Христе, и когда употребляется это слово, в частности, в Евангелиях, речь идёт о Боге. Здесь прямо связывается имя Христа, Его скорое пришествие, как Бога и Спасителя в этих последних стихах. Поэтому, когда Христос посылал учеников за ослёнком, то апостолы и те, кто были владельцами ослёнка, они прекрасно понимали, о ком здесь идёт речь. Когда были произнесены эти слова, как пароль, он надобен куриус, Господу. Христос показывает вот в этом событии или в этом истории ученикам, что Он Бог. Всё Ему принадлежит. Он всё контролирует. Он контролирует даже расположение сердец этих людей. Вы знаете, Он не послал ослёнка для того, чтобы забрать его у каких-то атеистов. Представьте себе, атеисту пришли бы и сказали бы, Он надобен Господу. Помните, что фараон сказал? Он говорит, Господа я не знаю, и всё, Израиля не отпущу. Никого я не знаю, я сам Бог сам по себе. И каждый человек на земле, он в какой-то степени считает себя Богом. Он не признаёт ничьи авторитеты, он смотрит на всё, как говорят, со своей колокольни. Эти люди, услышав, что их ослёнок нужен для Господа, они сразу же отдали его, хотя его стоимость была довольно высокой. Говорят, что нужно было ждать целый год. Целый год, прежде чем ослёнок вырастет и станет способным кого-то перевозить. Матфея, пожалуйста, слайд. Кроме того, с ним ушла и ослица, которая бы могла родить ещё несколько ослят. И в своё время эти бы ослята, в будущем они тоже бы перевозили бы людей или какие-то товары. Но они ушли. Они нужны Господу. Для людей на Востоке осёл был то же самое, что для нас машина. Это было средство передвижения и перевозки грузов. Помните, раньше уже показывали немножко вперёд. Я не взял ту фотографию, которую взяли сестра Татьяна. Я взял другую фотографию. Ну, представьте себе, вот этот ослёнок или осёл на Востоке, да, это просто крайняя необходимость, как сегодня у нас машина. Мы без машины не можем ни на работу, ни в магазин поехать, ни везде. Вот рядом ослёнок нужен. Сели на него и поехали ослица или ослёнок, да, и так далее. Если Бог что-то от нас требует, то с Богом нельзя торговаться. Смысл вот этого урока, который преподаёт Христос ученикам. Он показывает, я Бог. Да, я во плоти человек, который с вами хожу, но я Бог. Если Он говорит тебе, отдай мне свои таланты, отдай мне свои средства, отдай мне своё здоровье, отдай мне своих детей, отдай мне свою жену, своего мужа, отдай их все свои заботы, возложи на меня, то это говорит о том, что Он Бог, Он способен решить эти проблемы, эти переживания финансовые. То есть, если Бог тебе что-то дал, к примеру, Он дал тебе какой-то талант, Он говорит, отдай их мне, не зарывай их. Если Бог повелевает кому-то покаяться, помните, мы говорим, что и так ныне Бог повелевает людям всем повсюду покаяться, то это говорит Бог, это говорит Кюриус, Он повелевает людям всем повсюду покаяться, то нельзя медлить с покаянием. Это говорит Бог. Если Бог призывает кого-то на служение, и вы, быть может, долгое время думаете в себе, вот это сделать или другое дело какое-то сделать, нельзя свою жизнь проводить в развлечениях, ведь тебя призывает Бог. Он говорит, ты нужен мне для служения. Христос сказал ученикам, посмотрите, Он надобен Господу. И точка. Никаких объяснений. Ну, хотя бы какие-то объяснения, ну, извините меня. Он надобен Господу, и больше ничего. Слово надобен буквально означает иметь. Слова «скажите им так» звучат в повелительном тоне. Это не просьба. Вы не могли бы вот предоставить вашего ослика и ослицу, вот тут Христос идет, вот из Назарея и так далее. Нет, тут просто без никаких объяснений. Он надобен Господу, точка. Все. Это повеление, это не просьба даже. И люди, отдавая ослинка и ослицу, они уже не надеялись, что они когда-то получат их назад. Ну, вы же там посмотрите, давайте задаток дайте какой-то, да, что он в надежде на то, что вы потом вернете нам, да, как мы когда берем машину в рент какой-то. Нет, они отдавали их уже все. Они с ними расставались. Он надобен Господу, и все. Это повеление звучало примерно так. Суверенный Бог хочет забрать у вас этого ослинка и иметь его для себя, потому что он ему нужен. Все. Никаких объяснений. Это то же самое, что произошло в жизни Иова. Помните? Он потерял за несколько дней все свои стада. Он потерял всех своих ослиц и ослов, огромные тысячи верблюдов, козлов, там, лошадей, которые у него были, плюс своих десять детей, потом свое здоровье, все это потерял. И тем не менее, он не возмущался. В книге Иова написано 1 глава, 21 стих. «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Господь дал, он кюриус, Господь и взял. «Да будет имя Господне благословенно!» Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Христос показал вот в этом событии для учеников еще раз свою власть как Бога. Он всезнающий Бог. И Он всесильный Бог. Он способен влиять на сердца людей, чтобы они отдали Ему и осленка, и ослицу без споров, без аргументов, без сожаления. Только услышали, что он надобен Господу, и все отдали. Без никакой торговли. Вот как это происшествие описывает евангелист Матфей, 21 глава, 1 стих. Матфей был очевидцем этих событий. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И обратите внимание на последние слова. «И тотчас пошлет их». Христос нисколько не сомневался в этом. Он знал прекрасно, что произойдет. Во-первых, слово «точас» в начале означает, что осленок и ослица были при входе в селение. То есть им не нужно было их разыскивать. Где-то, знаете, там, пятая улица справа поверните, потом поверните налево и так далее. Он сказал, вот они будут там вас ждать. Вот прямо вы войдете в селение, и они уже будут в определенном месте, в назначенное время в определенном месте. Затем он указывает на то, что нужно сказать хозяину. И он заранее предсказывает, как хозяин будет на это реагировать. Вот скажите, вы подойдете к кому-то с какой-то просьбой и скажете кому-то, ну, к примеру, Марк, или там Виталий, или же Миша, или Олег, вы не могли бы сделать мне одолжение? Когда вас спрашивают так, вы не могли бы сделать одолжение? Как вы обычно реагируете на это? Мы спрашиваем, а какое одолжение? Правда, да? Или же ты бы не мог сделать мне услугу? Ты не отказал бы моей просьбе? А какая просьба? А здесь вот просто так. Отдай и не задавай вопросы. И даже не обсуждай. Ну, представьте себе, что у вас на драйве есть две машины, к примеру, да? Это все равно, что две машины. И к вам пришли и сказали, они надобны Господу. Забрали и ушли. И все. Нет, они пришли к вам на драйве, и прямо, да, сказали, ключики завели. Тут подождите, вы куда? Они нужны Господу. Сели и уехали. И все. Более применимо к нашей американской ситуации, да, в нашей жизни. Слово «тотчас», это означает сразу же, немедленно, без замедления, без лишних вопросов. Этот человек показывает всем нам, как нужно служить Богу. Посмотрите. Если Бог что-то повелевает нам или требует от нас, то это нужно делать немедленно, не откладывая на потом, в долгий ящик. Пример с осленком учит нас признавать над собой Божью власть. Во всех аспектах нашей жизни, в том числе и в материальных вопросах. Этот человек отдает осленка так, как будто он вообще ему не принадлежал, хотя он растил и заботил, говорят, что для того, чтобы вырастить осленка до возраста, когда на нем можно было ехать, нужно было год ждать. У него были определенные планы. Вы ждали, когда он же вырастет, наконец-то буду что-то в нем совершать. Ну смотрите, как он легко его отдает. Там написано, осленок был привязан, да? А почему он так легко его отдает? Потому что осленок не был привязан к его сердцу. Он был привязан только к дереву. И он очень легко его отдает. Он говорит, раз он надобен Господу, значит, Господу он и принадлежит. Пример сосленка мучает нас тому, что Христос есть истинный Бог. Он все знает, Он все предусмотрел, Он все предопределил, Он все контролирует в нашей жизни, Ему принадлежит абсолютно все. Бог ни в чем не нуждается, но в своем плане Бог использует и средства, и людей, которые служат Ему, и Он располагает сердца людей для своей славы. Он делает все это для своей славы. Нам необходимо, что с нашей стороны? Признание Иисуса Христа в нашей жизни Господом. Господом над нашей жизнью, над нашими средствами, над нашим здоровьем, над нашими близкими. И тогда, когда что-то происходит в нашей жизни, какие-то утраты, какие-то неожиданные ситуации, это не будет поражать нас, потому что мы будем понимать, это все принадлежит Богу. Он этим всем распоряжается. Аминь. Здесь же в начале 19 главы евангелист Лука рассказывает историю обращения Закхея. И это не случайно, он пишет ее вместе в контексте. Эта история еще одно доказательство божественности, всеведения, всезнания и всемогущества Иисуса Христа, как Бога. Посмотрите, Луки 19 глава 1 стиха. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Вот некто имени Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, потому что сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел, принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорили, он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал, Господу, Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого, чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Кем был Закхей? Закхей был начальником УБХС местного, да, в применении к Советскому Союзу, да, или же локального АРС в применении к Америке, да, ну, это все равно ничего не значит и ни о чем нам не говорит даже о том, что было там на Востоке. Он был начальник взяточников. Организованная система взяток. Люди брали налоги, да, вот эти под ним были очень много разных сборщиков налогов, они брали себя лишнее, да, и, естественно, часть отдавали своему начальнику Закхею. Поэтому он был не сказанно богатым человеком. И вообще все мытари они были богатые, Матфея в том числе. Один из апостолов, он был богатым человеком. Иерихон – это город, который символизировал грех. Это был последний город на пути Христа в Иерусалим. Христа окружает огромная толпа. Помните, там было исцеление двух слепых. Как они там пытались кричать, люди окружали его, они их успокаивали, чтобы он с ними, чтобы эти слепые не отвлекали Христа и так далее, да. И вот Закей мечется, он хочет посмотреть на Христа, он туда-сюда бегает. Несколько тысяч людей его окружает Христа. Почему? Потому что тут и исцеление происходит, тут чудеса происходят, да. Кто он такой? Так много слышала на нем. Вот он забегает вперед, залазит на смоковницу маленького роста, думает, ну хоть взглянуть на него. Ну кто он там такой? Да. Христос идет, вот эта огромная толпа, шум останавливается прямо против смоковницы. Это инжир современный, да. На Востоке он более густую листву имеет, как дерево. Он разглядывает его там среди их листьев, и он прямо говорит, кто это? Он говорит, Закей. И он говорит, сегодня мне нужно быть в твоем доме, в доме мытаря, презренного человека. Обратите внимание, что он называет его Господом. Посмотрите, что происходит в жизни Закея. 19 глава, 8 стих. Закей же став сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чему обидел, воздам четверо. Посмотрите, жадный и алчный Закей превращается в щедрого, милостивого человека к тому, кого он когда-то обижал. В его сердце происходят настоящие перемены. То есть, вместе со Христом в его дом вошло спасение. Приходит спасение дом и сему объявляет Христос. Закей поверил Христу, несмотря на то, что он был презренным мытарем. Написано, а фарисеи отвергли волю Божию себе. А Закей, помните, Христос сказал, мытари и блудницы, что? Они впереди вас идут, Царствие Божие. Почему? Они признали о том, что они грешники. Они признали свою греховность. И когда им было сказано, Закей, мне нужно быть в твоем доме. Он не задумывается, он слазит бегом с этой смоковницы, бежит домой, организовывает пир, приглашает кучу народа туда, своих же таких же мытарей и грешников туда. Фарисеи ропчут, ты что делаешь, куда ты пошел? Посмотрите, но он встает и говорит, Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого, чем обидел, воздам четверо. Сегодня есть люди, которые признают Христа, которые говорят, да, Христос был, Он есть, но они не считают Его Богом. Буквально на этой неделе в мою дверь постучались, и пришли два человека, две женщины, женщина и ее мать, представились, знаете, кто это, свидетели Иеговы, и начали рассказывать мне, я сказал, кто вы, на русском языке пытались говорить, да, вот на русском языке трактатик приглашали, да, и так далее, я говорю, ну, вы же не признаете Христа Богом? Как? Признаем. Он Божий Сын. Он Бог, но Он не Бог. Он маленький Бог. Да? Так, в переводе, Он говорит, Он Эббо, Эгад, Надыгад. Да? Я говорю, нет, вот в этом ваша глубочайшая ошибка, что вы не признаете Христа Господином своей жизни, именно Владыкой, Вседержителем. И мне вас жаль очень. Мне вас жаль, что вы тратите время, ходите по домам, стучитесь, ездите, вместе с вашей дочерью. Мне искренне жаль, что вы придете в вечность, и вы будете отвержены Богом, которого вы не признавали за Бога. Ой, извините за недопонимание, они ушли. Второе, на что указывает торжественный въезд Христа в Иерусалим, это то, что Христос есть истинный Царь. Христос не только Бог, Он есть Царь и Мессия. Посмотрите с 35 стиха. И привели Его к Иисусу, и накинув одежды Своей на осленка, посадили на Него Иисуса, и когда Он ехал, постелали одежды Своей по дороге, и когда Он приблизился к спуску с горы Елеонская, все множество учеников начало в радости, громким голосом славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних, то есть на небесах. И некоторые фарисеи среды народа сказали им, Учитель, запрети ученикам твоим, что они говорят. Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». Люди, которые пришли на этот праздник, они пришли на праздник Пасхи, они уже заранее пришли, за неделю вперед, говорят, что в Иерусалиме это время было около двух миллионов людей. Они не могли не знать исполнение пророчества Захарии, которое они буквально видели исполнение во Христе. Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослие, сыне подъеремной». Люди реально видели исполнение пророчества, мессианского пророчества, которое было сказано примерно за 500 лет до этого события. Христос именно так и въезжал. Он въезжал на необъезженном осленке, но осленок не мог идти без матери, с которой он все время был. Это первый год жизни. И поэтому исполняется буквально исполнение этого пророчества. Осленок и ослица. И эти слова указывают здесь пророк Захария, что он праведный и спасающий царь. Царь грядет. Это не просто какой-то, знаете, там учитель, раввин. Нет, это царь твой грядет. Многие люди по-особенному поэтому встречали Христа. Посмотрите, Матфея 21, глава 8 стих. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьей, постелали по дороге. Народ же предшествующий и сопровождавший восклицал «Асана сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня! Асана вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили, кто этот? Народ же говорил, это Иисус, пророк, с большой буквы пророк, из Назарета Галилейского. Посмотрите, как встречали люди Христа. А бычий класть свои одежды перед царскими особами уходил глубоко в древность. То есть, никто не снимал свой дорогой сюртучок для того, чтобы по нему, знаете, осленок прошелся, еще ослицы и толпа других людей. Он понимал, что от него останется после этого. Поэтому, если человек это делал, он подразумевал, царь, царь грядет. Я должен ему оказать царские, соответственно, почести. И вот люди снимали свои одежды, постелали туда ветви для того, чтобы показать, это царь. Это не просто какой-то учитель. Данный факт показывает о том, что они признавали во Христе своего царя. Они говорят, он пророк из Назарета, с большой буквы. Помните, Моисею было сказано пророка из среды... Точнее, Моисей говорит народу. Он говорит, пророка из среды вашей воздвигнет Господь, как меня, его слушайте. Он говорил о Христе. Вот этот пророк пришел с большой буквы. Сын Божий, царь. Для славы Бога. Он, Сын Божий, посланный к своему народу, как царь. Посмотрите, Луки, 19 глава, 38 стих. Они говорят, благословен царь грядущего имя Господне. Мир на небесах и слава вышних. Посмотрите, они произносят слова и титулы, которые принадлежат только Мессии, Асана, сыну Давидову. И они говорят, он царь. Матфея, 21, 9 написано, народ же предшествующий, сопровождавший, восклицал Асана, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня. Асана, вышних на небесах, не просто здесь на земле какой-то праздник, нет. Посмотрите, он царь, он сын Давидов, это титул Мессии, он идет во имя Господне, не во имя себя, и ему Асана где? Вышних на небесах, не просто здесь, мы здесь собрались, знаете, порадоваться. То есть это было настолько ясно, это настолько было сильно, это настолько было очевидно, что это стало раздражать фарисея. Они говорят ему, Луки 19, 39, и некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Что они говорят? Они говорят, что ты Бог, что ты царь, что ты мессия, запрети сейчас же. Они не видят во Христе мессию и царя, они негодуют, они называют его учитель. Учитель запрети им, не больше того. Они требуют, чтобы люди перестали выкрикивать вот эти пророческие слова, которые записаны в мессианском 117-м псалме. Но в то же время тысячи, десятки тысяч людей восторгаются и провозглашают его своим царем, своим мессией. Позже, во время осуждения и распятия Христа, люди будут издеваться над Христом, упрекая его в том, что он царь. Матфея 27-28. «И, раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» Это была насмешка, насмешка солдат. Далее уже непосредственно на Голгофе, Матфея 27-41. «Подобные перосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь, говорили, других спасало, себя самого не может спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Посмотрите, арестованный, униженный, оплеванный Христос, еще перед этим он стоит перед Пилатом и Пилат задает им вопрос. «Ты царь?» И Христос отвечает им в Евангелии Иоанна 18 глава 36 стих. «И Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, то есть они заступились бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь». Это буквально означает, «Да, я царь». Я на то родился, я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Очень странная ситуация. Христос стоит, он узник, он арестант, он стоит перед правителем могущественной Римской империи, который поставлен наместником в Палестине, но он спокойный, невозмутим. Он говорит о своем царстве. Почему? Он говорит, «Я царь». Его спокойствие, оно выводит Пилата из себя. Он иногда угрожает Христу, шантажирует его, кто пытается отпустить его, он мечется между толпой, которая жаждет крови, между Христом, между женой, которая ему говорит, «Не делай ничего, этому праведнику ничего». И во всем это видно, что Христос ведет себя как царь. Единственная личность, кто в этой ситуации, толпа, мечется, Пилат, кто ведет себя спокойно, это Христос. Он ведет себя по-царски. Он настоящий царь. Пилат прибивает к кресту, он пишет сам, собственноручно. Обычно это было обвинение против человека, который что-то совершил. Говорят, что эту табличку должны были нести еще перед распятым, до его распятия, когда он нес крест, и кто-то должен был нести это обвинение, вот, когда он шел по улицам города. Иоанна, 19 глава, 19 стих. Пилат же написал и надпись. Фактически, эта надпись должна была быть обвинением. Ну, смотрите, что он, как пишет, и поставил на кресте, написано было, «Иисус Назарей». Это указание, откуда, из какого города он, из города Назарета, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев. Посмотрите, Иоанн не случайно об этом говорит, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было, чтобы всем было понятно, по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский!» «Ну, что он говорил, я царь иудейский!» Пилат ответил им, «Что я написал, то написал». Он как бы досаждал им. Иоанн обращает внимание, что эту надпись читали многие иудеи. Она была грозным свидетельством против их неверия и отвержения своего царя. Удивительно, что единственным человеком там на Голгофе, кто увидел во Христе царя, вот в этом избитом, униженном, распятом человеке, кто был, братья и сестры? Разбойник. Он сказал Христу Луки 23,42, и сказал Иисус, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». И сказал им Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Посмотрите, разбойник увидел в нем Господа и царя, который распоряжается вечной жизнью. Он говорит, «Даже когда я перейду в другой мир, ты, царь, владыка, ты просто вспомни обо мне, потому что я не достоин того, чтобы быть спасенным». И он говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». Во время входа Христа в Иерусалим фарисеи просили Христа запретить ученикам восклицать и говорить это и прославлять его, на что он им ответил и сказал, «Если они умокнут, то что? Камни возобьют». Матфея 27, 27 глава, 50 стих написано, «Иисус же опять, возопив громким голосом там на Голгофе, испустил дух, и вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Священники в храме стали свидетелями необычного события. Завеса в храме разодралась, как, братья и сестры? «Сверху донизу». Как будто, представьте, это огромная завеса, которая весила много, сотни килограмм весила, да? И вот они видели, были очевидцами, как эту завесу кто-то невидимыми руками разрывает сверху донизу, и они в ужасе увидели ковчег, что не должен был видеть никакой священник. Это действие символизировало о том, что ее разорвал Бог, а не человек, и что через смерть Христа к Богу открыт новый путь, который назван путем новым и живым послания евреям. Небо потемнело, помните? Стало темно на Голгофе. Произошло землетрясение локальное, и камни написаны «расселись». Очень интересный факт. Слово «расселись» – греческое слово разрывать, раздирать, рассекать, разрубать, разрывать, прорывать. Страдательное употребляется как разделяться. Представьте себе, монолитные камни в момент смерти Христа стали трескаться. Они разрывались, они рассекались, они разрывались на части, как будто кто-то изнутри взрывал их, взрывал их. Может быть, об этом и говорил Христос во время въезда своего в Иерусалим. Он сказал, что даже камни будут свидетельствовать против вас. Небо, земля и даже камни не выдержали вот этого чудовищного судилища над Царем, над Своим Творцом, который создал эти камни, который создал эту землю, который создал это небо. Даже оно помрачнело. И третье, на что указывает нам торжественный въезд Христа в Иерусалим, это то, что Христос был одновременно и Богом, и человеком, и, конечно же, людям в Иисусе Галилеянине, сыне простого плотника. Трудно было увидеть Царя и Мессию, но это указывало на то, что Он и был человеком. Некоторые все-таки увидели, и поэтому встречали Его радостно и восторженно. Луки 19, 41. И когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем. Заплакал о Нем и сказал, «Ой, если бы ты хотя в этот день Твой узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих, ибо придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами, и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду, и разорят Тебя, и побьют детей Твоих в Тебе, и не оставят Тебе камня на камне за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего». Несмотря на то, что Христос, как Бог, уже наперед знает, что произойдет с этим городом, Он знает, что постигнет этот город, Он искренне плачет о жителях этого города, о тех, кто не узнали в Нем Своего Спасителя, те, кто отвергли Его, Он знает, какая участь постигнет этот город, Он сожалеет, что сердца людей остаются нераскаянными, неизмененными, твердыми, как камни. Помните, Христос плакал всего три раза у гроба Лазаря в Гефсимании и здесь третий раз, всего три раза. И здесь тоже Он плачет. Слезы Христа говорят нам о том, что Бог в человеческом теле сожалеет о тех людях, которые сделали неправильный выбор, которые отвергли Христа. Их вина состоит в том, что Он сказал, «Они не узнали времени посещения своего». Бог пришел к ним воплоти. Бог, Царь, Мессия, Творец, а они распили Его. Пришел к своим, а свои они Его не приняли. Это не была просто ошибка, знаете, опс, извините, ошиблись, не угадали. Нет. Помните, мы говорили перед этим, сколько исполненных пророчеств, сколько совершалось много различных событий, которые доказывали о том, что Он и есть обещанный Мессия. Это было намеренное, преднамеренное противодействие, за которое потом и людей постигнет наказание. Мессия пришел к своему народу как царь в человеческой плоти, во исполнении многочисленных пророчеств. Он совершал многочисленные чудеса, но они не признали в нем царя. Позже это пророчество исполнится Христа спустя 40 лет в 70-м году, когда полководец Скид подойдет к этому городу, он разрушит его и храм будет сожжен. Если бы щепетильные фарисеи, ведь они прекрасно знали, они знали большую часть Ветхого Завета наизусть, раввины многие знали, по крайней мере, пятикнижие наизусть, пророки, псалмы, некоторые тоже знали наизусть. Если бы щепетильные фарисеи посчитали года, которые были указаны в пророчестве Даниила о Христе, то они убедились бы, что Иисус из Назарета и есть обещанный Мессии Царь. Интересно, богословы утверждают, что это пророчество исполнилось с точностью до одного дня. Въезд Христа в Иерусалим, пожалуйста, слайд, произошел воскресенье 9-го Несана, в 30-й год, по Рождеству Христову ровно 483 года спустя после указа Артаксеркса о восстановлении храма. Об этом писал пророк Даниил, 9-я глава, 25-й стих. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седьмин, то есть семь по семь, это семь лет, еще умножить на семь, и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы, и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет к смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Посмотрите, Даниил получил откровение от ангела, который объяснил ему с точностью до одного дня исполнение пророчества о смерти Христа в Иерусалиме. Более того, он предсказал наказание, которое постигнет жителей Иерусалима за то, что они отвергнут Христа. Посмотрите, 62 плюс 7, это 69 седьмин, это 483 года по еврейскому календарю. От момента, когда вышло повеление восстановления Иерусалима, которое произошло в 445 году. 445 лет плюс 30 будет 475. У нас возникает вопрос, куда делись 8 лет? Разница между григорианским и еврейским календарем. Вы знаете, что в еврейском календаре меньше дней, поэтому сегодня перешли на другой календарь. Вот эти 8 лет компенсируются этим? Человек Иисус Христос есть обещанный Богом Мессия Христос. Владыка, посмотрите, как говорит о нем Даниил, он Христос Владыка. Он приходит в этот день к своему народу с исполнением порочества с точностью до одного дня, братья и сестры. То есть достаточно свидетельств для современников Христа, но единственное, что удерживало их от признания в нем царя и Мессию, их удивительное упорство и неверие. Евангелист Иоанн говорит, что многие людей были свидетелями того, как Христос воскресил Лазарь из мертвых. В Вифане они пришли туда, чтобы скорбеть по Лазарю, когда уже пришло четыре дня. Евангелист Матфея об этом описывает. Но он же говорит, поэтому люди встретили его. Почему? Они сами своими глазами видели, как Христос воскрешал Лазарь из мертвых, который уже тело его смердило. Иоанна 12, 17, народ, бывший с ним прежде, бывший с ним прежде, то есть тот народ, который видел, как он воскрешал Лазаря, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Вот поэтому евангелист Лука указывает на эту важную деталь Луки 19, 37. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно, громким голосом славить Бога за все чудеса, какие видели они. То есть люди были очевидцами этих чудес. Ученики прославляют Христа, но эти чудеса не произвели воздействия в сердцах людей, те, которые управляли храмом. То есть люди были очевидцами чудес, но это не производит перемены в их сердец. Они превратили храм в средства наживы. Они были невозрожденные люди, они были неверующими люди, хотя они находились в храме. Луки 19, 45. И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме первосвященники и книжники и старейшины народа искали погубить, то есть убить его буквально. И не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Христос показал им, для чего предназначен храм, кому он принадлежит. Поэтому он очистил его от коррумпированных продавцов и менял, которые обменивали там деньги. Парадоксик, закоснелого неверия зафиксировал евангелист Матфей, который как раз тогда присутствовал в храме. Посмотрите, Матфея 21,14. И приступили к нему в храме слепые храмы, и он исцелил их. То есть он говорит об огромном количестве храмых, слепых людей, рожденных, быть может, слепыми, быть может, рожденных храмыми, быть может, потерявших зрение. Это огромное множество приступили ко Христу в храме, и он их исцеляет. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскличающих в храме, говорящих «Осана сыну Давидову!» говорят «Слава Богу!» Нет! Они вознегодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Первосвященники смотрят, они видят, как Христос исцеляет и как Он совершает невероятные чудеса в храме. Представьте себе такую картину, представьте, я так вообразил. В нашу церковь 30 лет ходил человек, который был слепым, или же который был, извините, его привозили в церковь, у него ноги вообще не работали. И вдруг Он в этот день, в день сегодня, день вошедствия Христа в Иерусалим торжественный, исцеляет Его. Ну как бы мы сегодня реагировали на это? Теперь представьте, что таких людей сотни. Сотни в храме, которых исцеляет Христос. И это поразительно. Матфей говорит, они видят, они видят, как Он творит чудеса и возмущаются. Говорит, запретим. Что они тут вытворяют в нашем храме? А Христос показывает, это мой храм, это дом Отца Моего. Что вы вытворяете в моем храме? Он говорит. И так торжественный въезд Христа в Иерусалим был неоспоримым доказательством того, что Иисус из Назарета был Бог, Он был царь и обещанный Мессия, и Христос был человек, Бог, явившийся во плоти. Великое, великое благочестие, тайна. Люди тогда по-разному относились ко Христу, люди и сегодня по-разному относятся ко Христу. Они, многие признают Его, знаете, просто учителем, или говорят, в истории был такой человек, но они не признают Его своим спасителем и своим господином. вопрос, который сегодня каждый должен ответить себе, становляясь на колени, когда мы будем сегодня молиться и размышляя об этом событии, кем для тебя является Иисус Христос? Кем для тебя является Иисус Христос? Является ли Он Господом в твоей жизни, твоих средств, твоего имения, твоего имущества, твоих близких, твоих родных, всего того, что ты имеешь? Отдал ли ты Ему все это? И вот ответ на этот вопрос Он решает будущую жизнь, вечную жизнь. И да поможет Господь тебе принять и правильного решения, и правильного ответа. Аминь. Помолимся. Аминь.